Хай, всем, с вами Джиллайвер, пожалуй, с Ведьмака 3-го, мы все продолжим проходить эту игру, а как вы помните, мы когда-то 2-3 серии назад, я уже не знаю, сколько это было, проходили один квест, и вот, сегодня будем делать продолжение этого квеста, если я помню правильно, тот квест был либо 14-го, либо 15-го, либо 16-го уровня, а сейчас он уже 26-го, что ли, уровня, если я помню все правильно, теперь у меня есть только один вопрос, как мне попасть на ту сторону карты, конечно, можно здесь и спуститься, как на сноуборде, наверное, вот таким образом, нажимаем F5, и поехали. ой, ведьмак, ой, ведьмак, ой, ведьмак, ой, ведьмак, ну ты донёшь, ой, ведьмак, хех, ничего себе, я спустился, хех, и чё тут? сокровища, а что, по-моему, я там куда надо-то? я даже не знаю, как этого попасть ну, если поплыву, смысл, наверное, в этом не будет никакого все, если я никуда не заберусь, высоко все интересно наверное, можно было так проплыть, быстренько прямо сбоку вот сюда надеюсь, что вот что тут весь прикол ладно я откуда знал тут целый вход в пещеру есть она что, в пещеру? ну да, походу в пещеру в одно место нам все равно тут не пойти может, ты поднимешься наверх так, теперь, медитация эск-эск, F5, и пошлите теперь, по крайней мере, сохранился, все сделал что за знак? что знак означает? означает, что? это, это не сундуки, нет, это сундук, народ так, тут какие-то сокровища, народу лежит лежит, смотри, тут портал, прямо этот, портал телепорт, буду его так назвать хоть, ведь он ненавидит телепорт, но все равно хе-хе но что тут, ну, как это полезно дают ну, как называется… знак хе-хе-хе так, F5, еще раз тут полного, вот так снова мы встретились ну так как, не передумал? Поохотимся вместе на братьев Гросборд для тебя это будут легкие деньги ладно поищем их вместе отлично тогда идем хочу вот весь мне и вещь нельзя пропускать вот видите тут полно всяких вещей можно найти их пропускать правда нельзя стоп грибы и они нужны наверное коробочка что скрывают а вот походу и они видите пасам это было 5 я не знаю так мне нравится ты умирай да ты знаешь перед тем как задаешься так не я взял неплохо у нас получилось может поработаем вместе мне кажется у тебя талант такой работе одного раза хватит будь здоров 2 создание я 50 это это говорит что неплохо подработал что ты ты ничего не наркоман вообще не тенге сколько тут всего хотя есть ранее сколько тут лута улучшен для себя школы медведя так все же так красиво так недавно я смотрел какую-то программу там но это программа nvidia так короче показали разную физику которую сделали для специальные игр знаете разрушение что как рвется ткань всякая такая фигня красивая вода там вот нас редко реально это знаете очень круто все выглядел начало я сделался сайт квеста народ общаюсь почти все сайт квеста то есть остались эти маленькие задания которые находятся на карте который можно одну сейчас сделать быстренько наверно да еще у нас дополнительно сайт по колоду это нас вообще дался ну да смотрите ведь ваша заказывает этот это особенно ничего не надо вот все у нас вот это задание нагляд это сделано студу надо будет встретиться но сначала 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 я хочу сделать это за задание которые находятся у нас вот тут потому что но у нас там уже долго стоит плюс еще на тех других островах на других территориях есть это все вот то есть смотрите это еще где-то ой вот тут еще были такие задание если помню правильно нету вот тут хотя потенок опять ты застреваешь конечно учись сходить нормальных мест по музыка пусть твой топор никогда не запустит станет здорово но я оказался в трудной ситуации я бродячий фокусник из оккупированной тимири этот нет из тимири уверен не из новикрада почему почему из новикрада ты шумеет деньги за ребора и это не годишься для этой работы у тебя слишком короткая память мы ведь уже встречались только тогда ты был почтенным новикрадским купцом который отчаянно жаждал вернуться домой уверяю вас что ну ладно поймал ты меня знаю что это странно звучит но клянусь я отдам тебе все 100 лицей только не выдавай меня ярлы ты думаешь я дам себя одурачить второй раз ярлы решить что с тобой делать ну попробуй отведи меня к нему силой покажи что умеешь я за тобой слежу ой это вот тебя гримец в обучении взял я ничего не тырил я ничего не тырил я ничего не тырил я никого ничего не тырил только не бейте я щита чувака завалил полный отстань от меня но ниже меня потеряли быстро пока мне не нашли найти суда они даже туда и тут назад и сюда и продать им еще это не сумела помочь но направила его карине теле она и романки которые преуспела в розыске пропавших ясно благодаря она и романки карине теле ведьмак увидел как цири встречается со мной то есть с лютиком так геральт узнал что если он хочет найти цири да 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 одно и то же что пойдем продадим все наши вещи заработаем еще 20 тысяч вот что-то гвинт задание по гвинту нет даже обидно как-то вот смотреть у продавцов чем то продают если у них есть карта на кинтонных на покупать и пиццу вот одни легендарки это неинтересно а как я считаю полная коллекция карта тогда когда мое почти все подаешь покажи мне свой ну парень ну вот ты отстой в сентябре будь здоров не надо это пусть ну ладно промолчу о заменимые денежки плюс чем у меня есть немного денег я хотел бы обменять их на кровь вы попали по правильному адресу у нас самый выгодный курс в городе я не сомневаюсь не дай меня побежать добрый день я думаю здорово тебе хватит денег и высший спорт да вас вы все так говорите а то провести все пути покажи мне свои товары карты для гвинта ты продаешь так это надо использовать чо си аххх шхс шах оу к там можно использовать смерть не весь вот это я тоже надену это тоже не хотел отдавать это тоже надену это тоже надену так у нас полная, сейчас новые вещи наденем так что у нас тут, я вот этот меч хотел поставить вот эту броню да, я тоже броню хотел поставить потом вот это и вот это сейчас мы подам мечей нет 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 сейчас красница играя буду смеяться покажи место вот так кажется с виду броня не очень, но помощница садят что вылупилась? что вылупилась? все грубые такие подвигли да, конечно, броня отсюда не очень и правда ну ладно, зато мощно удивительно хох хо надевительно хохifer хххм Ленпин вот так тебе я знаю как спасти лютика но сперва надо найти дуду сначала скажи что ты придумал наш доплер воплотиться в менги и отдаст приказ перевести лютика в аксимфорд тогда у нас появится шанс его отбить гениально но как ты собираешься искать дуду ты с ним дружила знаешь где он может скрываться доплеры скрываются не где-то а в виде кого-то обычно когда у него были трудности он пропадал а на следующий день появлялся в другом обличии но в тот раз он не вернулся нужно как-то убедить дуду выйти из укрытия может удастся оставить для него весточку друзей у людей которым он доверяет сомневаюсь что дуду дружил с кем-то кроме лютика и труппы и рен-ренар он целыми днями торчал на сцене или зрительном зале то есть он любит бывать в театре да собственно я удивлена что он не пришел к нам он вполне мог рассчитывать на помощь лис если актеры готовы помочь конечно достаточно упомянуть дуду ирена ее трупа очень ему обязаны а спектакль можно попробовать воспользоваться представлением если вплести сюжет пьесы сообщения для дуду возможно мы выманем его из укрытия замысел неплох только парой стров тут не обойдешься кроме того ты и правда думаешь что дуду сейчас убивает время посещая представление который знает наизусть так что ты предлагаешь мы должны написать целую пьесу что-то новое громкое то что сразу привлечет внимание дуду важнее всего хорошее название об этом должен весь город говорить если хочешь можем приняться за работу прямо сейчас но погнали погнали можно приступать к пьесе есть мысли насчет сюжета но собственно самое важное передать дуду что ты защитишь его от ублюдка и что мы хотим спасти лютика послание должно быть ясным но его надо вплести в повествование а значит нам понадобится соответствующая сценическая структура что не вполне походу сообразишь сейчас нет времени все объяснять теперь найдем соответствующую форму выражения нужно современная увлекательная история может а повестки в кондотьерах знаю лоренцо молла прекрасный но безжалостный разбойник и доплер который обвел его вокруг пальца теперь доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга ведьмака который в свою очередь готов на все чтобы спасти свою дочь нет возлюбленную как тебе хороший замысел ты думаешь лоренцо молла да хотя нет подожди есть мы поставим историю о ежи из эренвальда тайное венчание проклятие жестокая королева часы бьют полночь но и все видят его лицо чудовище хочет похитить книжную поверку его велят казнить но тут появляется ведьмак и все кончается хорошо так решено да ты хотел что-то сказать придумать хорошее название это даже важнее чем сама история у меня уже есть несколько мыслей может ты выберешь что-нибудь и ты правда учтешь мое мнение конечно мы же соавторы я просто руковожу пока у меня две мысли избавление доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака что тебе больше нравится но почему-то это первое выделяться отдельно может это проник пусть будет избавление доплера так короче а значит проще запомнить есть только одна проблема в истории оповедьте и заколдованным и уже нет доплеров не страшно заменим ее жена доплера и все получится главное передать мысль ведьмак приезжает и спасает доплера ясно хорошо это будет комедия я собственно думала о драме но если ты хочешь что-нибудь полегче решай я начну писать драма пусть будет комедия хорошо в таком случае я берусь за работу а ты сядь где-нибудь в углу почитай или там подумай ладно хорошо эй геральт какая рифма к слову ведьмака окорока молчи дальше все будь у нас больше времени я бы сделала из этого маленький шедевр но но времени у нас нет главное передать сообщение для дуду сообщение я думал ты встаешь в текст что-нибудь вроде приходи в зимородок или но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы ты же написала ее специально для того чтобы выйти на связь с дуду ну хорошо вот как ты себе это представляешь понятия не имею мы узнаем его по шраму или будем импровизировать сперва отнеси текст мадам эрэн знаешь где ее искать ее труппы выступает в перелоке мясников потом присоединяйся к нам бывай это мне надо выучить мне кажется я не посмотрю я буду перетекает пойти надо почитать примерно как это все будет идти взять и правда посмотреть так сейчас смотрим где это копия пьеси так вот если я не знаю окей О боже мой Избавлять, ну это понятно Эээ, сли гостей, окей Ладно, это сложно, но попробую потом вспомнить Здесь выступает труппа мадам Эрен Ну да, только для входа нужен билет Представление-то пока не началось Актеры просто так что-то там повторяют Но и на это дело тоже поглядеть любопытно Так что, дать билетик? Ты же сам сказал, представления нет Ну билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Так, купим билетик Да, один Держи, только не мозолим глаза На этих ребятициях актеры жутко стесняются Билетик Почти получилось, но Как говорится, бар должен быть Мадам Эрен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии Лютик столько нам о тебе рассказывал Вот это я уже в курсах Нет, ну надеюсь, что он тут скоро появится Я по поводу Дуду Пойдем поговорим в мою квартиру В задней части театра Так быстро? Там не кто-нибудь нам мешать Так быстро? Так быстро в квартиру? Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались Я хотел бы поставить театральную пьесу Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса? И кто ее напишет? Присцилла Пьеса уже готова Это история о ведьмаке, который спасает Доплера Звучит недурно Я с удовольствием посмотрю текст Но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей И о какой-нибудь охране Ты займешься этим? Спектакль о Доплерах может не всем понравиться Но чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях Но в Новиграде публика считается особенно сложной Гнилые яблоки, помидоры, яйца Скорее топоры, тисаки и кирпичи Ну хорошо, вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в Доках Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город Нужно поговорить с кайрами А что за кайры? Это группа уличных артистов Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в обрезках В каменном доме рядом с парком Но не знаю, там ли они еще В последнее время их что-то редко видно Может они отошли от дел? Может, Сиф Подрезали Спасибо за помощь Я вернусь, когда найму охрану До свидания Дополнительно Дополнительно Хотя дополнительно Сначала Погнали Все, что 9 уровень Я не знаю, что тут делается Клоуна Может Может они Этих Красивая мелодия Только ужасно грустная Значит Она передает мое настроение Чего ты здесь ищешь? Я ищу кайр Это вы Нечем нам платить Оставь нас в покое Это какая-то ошибка Простите Я думала Ходом владелец Нанял нового бандюгу Чтобы содрать с нас денег Нового бандюгу? Большое спасибо Прости Ты грозно выглядишь А у нас в последнее время Одни неприятности Ниса в последнее время Все на нервах Ничего себе Ты кидаешь Ничего себе Антигравицид Гравидационные шарики Век выиграешь Это слово Другое слово Это не подобрать Ох, боюсь Это невозможно С тех пор Как мы стали петь балладу О жрице Хемельфарте У которого на уме Только шлюхи и жратва К нам Прицепилась Банда Толстого Это кто такие? Обычные Разбойники На службе церкви Теперь полно таких Они угрожали Ниссе Говорили, что отрежут ее острые уши Не дают нам выступать Прогоняют взевак Ломают инструменты А последнее время Постоянно караулят у нашего дома Мы уже не знаем, что делать Ну хорошо А вы поможете мне с пьесой Если я Отвожу от вас Толстого И его дружков? Конечно Но Это будет нелегко С ними не сговоришься Я ведьмак Я и не собирался С ними разговаривать Вот-вот Это во всем я Так Народ Слышите? Это Здрасте Ахахахахаха Поэты недотраханные Я им эти флейты в жопу засуну Богохульником А уж тогда, что не пернут Сразу новая мелодия Ахахахаха Оставьте музыканта в покое Да Оставил В покое Что за хрень? Черная магия Колдун ебучий Невести ему подверг Бум Я у тебя кулаками Ой Я походу чувака звали Был ты им прикурить Здорово Раз Два Через спину И по башке Наконец-то я смогу выйти из дома Без капюшона Спасибо Большое Большое спасибо Да что там Не за что Ну как же Я хорошо помню Что мы обещали за помощь Будем расхваливать Пьесу Ирен Пока не охрипнем Сколько вы за это хотите? Ничего Ты помог нам А теперь мы поможем тебе Так мальчик С карманов отошел Отца спины быстренько Смелся На улицу До встречи А то уже подошел к моим карманчикам Мальчика Страдаю от бедности Ча еще хорошо разговариваешь Ча бедные люди Стражников берегись Они хуже разбойник Делай мне бедный Брилла Ты что-то Грабителя к мулаками Завалил Эллоу Никто не хочешь выйти Один на один За мной Того фаст Так Полежали Охрана А мы как разойдем На него Сапогу Девять шанс Окей А мы тут тоже были Сейчас все так знакомо Уже по все время Пожалеете Страдаю от бедности Как же это так? Вот я не знаю Мартабой Хорошая схватка Неплохая работа ног Ты со мной пришел силой Мериться Или с Галом Ведьмак против бестии Из Метины Инстинкт убийцы Против первобытного безумия Я хочу нанять вас в охрану Мы ставим театральное представление Мы должны херачиться на сцене? Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены Это ты не по адресу Нам бы где подраться? Я хорошо заплачу Заработаете больше, чем здесь А Махач предвидится? Не исключено Из достоверных источников знаю, что могут и кирпичи в ход пойти Гал! Хочешь херачить кирпичником? Хочет, хочет Уж я его знаю Давай деньги И не боись Охранять мы придем Все сделаем в лучшем виде А помахаться не хотите? А че? А че? А че Махач? Ммм А, надо было вместо этого идти Что может быть? Не идти Так Что? Что? Чего? А? А. А, не наверно? Стража! Ты че не видишь? Тебе? Эх, ведьма! Куда? Вот у тебя жизнь! А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра, а теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала, но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в трупе недавно. В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Нет, актерского таланта. Хорошая мысль. Не думаю, что мне удастся зажечь публику, но самое важное, чтобы Дуду меня увидел. Но ты же будешь стараться. Ты хотя бы выучишь текст. Разумеется. Окей. Давайте подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда у меня сценический опыт больше. Пусть играет Присцилла. Не обижайтесь, но большинство людей обращает на внешность больше внимания, чем на способности. Понимаем. Я дам ей знать. Уверена, она справится. Ну ты вообще предложила. Кого вы видите в роли князя Доплера? Безопаснее было бы взять Абеляре Визе. Он в нашей труппе давно. Работает безупречно. Но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Да. Возьмем этого Абеляра. Лучший солидный ремесленник, чем непредсказуемый талант. Ты прав. Вся затея и без Максима достаточно рискованная. Так. Роли мы распределили. Похоже на то. Ну что, готов выйти на подмостки? Я не выучил. Я роль еще не выучил. Сложно все это. Тот, кто знает наизусть весь бестиарий и помнит десятки алхимических рецептов, легко заучит пару рифмованных реплик. Удачи. Это так не работает. Я это еще не научился. О, кстати-ка, новая вещь можно сделать. Мне-то сложно. Смотри, то есть, первое я могу запонить, да? А может, среди гостей, если мне слышат, это понятно. Ну, ладно. Пойдем как-то на лаке. Как подготовка к выступлению? Второй алебарчик плачет в шкафу. А так все идет как по маслу. Сам-то готов? Да. Хорошо, начнем. Скорей бы все закончилось. В первый раз все так говорят. А потом со сцены не стащишь. Вот увидишь, тебе понравилось. Опа. Что ты тут делаешь? Я слыхал от присылы, что вы собрались ставить пьесу. И ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя ж такое пропустить. Скажи, тебя оденут в рейтузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи. Дамы и господа, достойные обыватели священного города Новиграда. Приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Допплера». В ролях ведьмак Геральт в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит ветеран Новиградской сцены Абелар Резен. В роли княжны вы увидите очаровательную девушку-минестреля, обладательницу соловьиного голоса Пресциллу. Катарина в роли. же эти королева укоротитель чудовищ которого ты призвала ждет в коридоре пригласи его но честно на лицо для куражу винишко глотну я слегка ведьмак о поддержке малюк деликатнейшем деле знаю монстр покуситься на наше веселье отсеки же голову ты у чудище злого а награду я дам на подушках пуховых избавлять от чудовищ моя жизнь и работа я ее и задаром исполню с охотой плам удался отлично коль жених на балу поменяет обличье тут ведьмак и пронзит чудо-юдо как спицей да и гости другие с ним станут биться только жаль мне дитя будет плакать девица но не брать же мне монстров дитя чтоб страница глава 2 1 пошли неудачно надо все-таки катастрою прибавлять достойные волнения на помолвку княжны всяк идет без сомнения про чудовище ни слуху ни духу может он среди гостей и сейчас меня слышит я вспомнил люби моя долго скрывали наши пламенные чувства месяцами таили мы страсть и томление так довольно секретов вот тебе предложение сейчас признаюсь в любви и паду на колени я согласна любимый согласна внимание чин велит молодым чтоб бокалы и поднять им или счастье их древним омрачиться проклятием чин г не видно аварии серебром мне подали таким существом вы меня не видали люди он не князь этот топлер принял его облик вот так пара княжна и полиморфная особь это монстр о котором тебе я сказала бей его и пусть кровь обогрит эту залу монстр он или нет я люблю его страстно прочь клинки не пугайтесь доплера напрасно он существом был всегда безопасным помните делают монстром не облик а злой характер как у этого слуги прав ведьмак то подлого слуги наветы меня сбили с пути его злые советы человек ли мой зять или доплер неважно любит дочь моя искренне сердцем отважным мораль это комедия просто купить любой из вас постиг не тот чудовище кто с виду многолик ведьмак каждый доплер тебе будет другом вот он вот он а тюремный подвал домом всем подлым слугам стража позовите стражу пусть заберет отсюда этого изменника ай вы слышали что княжна приказала стража господин мой давайте на сцену давайте на сцену вот это подстава да не бойся все потом жили долго и счастливо скоро доплер с княжной и свадьбу сыграли из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали вот это подстава вот это подстава да успокойся ты не видишь тут жуки шутят в комедии даже и гуль мог бы князем стать не переживай дед бой я знаю что я лучший в этой штуке Геральт как ты меня распознал привет дуду я слышал ублюдок оставил тебе отметину на память значит ты обо всем знаешь ты встретил цири нет мы пока ее ищем а геральт как все вышло то давно уже я так не смеялся расскажу ребятам они же не поверят ты можешь мне объяснить а чё смешно это было на шутке не понял я не стане посмеялся почти ни разу вину и храмовой страже все пошло не совсем так как мы задумывали ха 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 почему-то не связался ни с предстелой не с актерами я был в театре несколько раз в разном обличье но так и не отважился не хотел их подставлять но когда услышал про новую пьесу то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но... Наверное, я бы ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался и каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цирилу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт. Надо же знать, как она выглядит, хоть. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так тарачитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ты опять-таки покровишься, знаешь, как она выглядит. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями. Но у нас есть и хорошие новости. С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Аксенфурт. А потом мы устроим засаду в Авраге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду в Авраге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты, наверняка, что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да, до встречи в Авраге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Лешарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей Розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. Погнали. А ты молодец. Ни единые ошибки. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Каэр-Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Сколько мне дали? 5 долларов, да, очередная, как всегда, не дают. Дайте жить спокойно. Мячи! Тачка опыта дает. Не безопасно. Получу еще 5. Уже это, 7. 30? Вот тут. Ты мне 17 тысячку. 30 это, фу. Ну, все, я дальше буду тупо по сюжету по ходу летать. Да. Вот сюда пойдем. Счастья, спасибо, что смотрели. Ставь лайк, комментарии, не забудьте подписаться. Увидимся в следующей части. Уже сколько часов? Надо просто вычислить. 13, то есть и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.